друзья всем огромный привет сегодня у нас такой легкий незамысловатый сюжет но мы научимся с вами в lightroom меня зеленый цвет на красный и таким образом из лето получать осень осеннюю фотографию две причины по которым я такие фотографии люблю делать первая причина во первых яркие красные тона мне нравятся больше чем зеленые и вторая причина это осенью очень трудно найти красивый равномерно окрашенный листок который бы еще сохранял свою свежесть был ровный не засушенный не скрюченный летом как раз наоборот таких листьев много но они зеленого цвета и в этом видео мы научимся с вами как кардинально поменять цвет с зеленого на красивый яркий оранжево-красный эта обработка предназначена для обработки с компьютера чуть позже вы поймете почему как поменять цвет при обработке на телефоне видео выйдет следующим пару слов о такой обработки данные настройки очень индивидуальны и сегодня я не буду с вами делать пресет я просто поделюсь с вами рецептом своим методом как сделать такую интересную обработку и уже на основании полученного опыта вы научитесь создавать под такую обработку свои собственные пресеты а снимок с которым мы сегодня будем работать будет находиться по ссылке под видео поэтому нажимай паузу скачивай открывай в lightroom и присоединяйся ко мне с обработкой этой фотографии по водной части пожалуй все поехали итак друзья перед нами вот тот снимок который многим понравился я его запустил в stories в своем инстаграм и это чисто lightroom если я нажму на кнопочку слэш то вы увидите какой эта фотография была до обработки ну теперь давайте сбросим все настройки и повторим такую обработку заново самого нуля и так я сбросил все настройки как вы видите поле справа абсолютно чистое все ползунки стоят на нулях ну и давайте приступим к обработке первым делом перейдем в коррекцию объектива и кликнем удалить хроматические аберрации и включить профиль коррекции это не всегда нужно но я это делаю всегда чтобы потом вдруг при публикации не обнаружить что где-то вылезла фиолетовая или зеленая окантовка это и есть как раз те самые хроматические аберрации теперь друзья самое главное переходим самый низ и мы видим перед вами вот такую панель которая называется калибровка и к сожалению в мобильном lightroom такой панели нет и именно поэтому для мобильной обработки потребуется немножко другой алгоритм действий итак переходим с вами в синий канал и цветовой тон полностью убираем влево теперь переходим в зеленый канал и также цветовой тон полностью убираем влево теперь перейдем в красный канал цветовой тон уберем полностью вправо и вот в принципе мы с вами уже получили легкую замену зеленого цвета но пока на желтые и оранжевые оттенки давайте немного снизим насыщенность здесь где-то примерно минус 14 минус 15 а в зеленом канале посильнее я думаю минус 24 будет достаточно давайте раз мы находимся с вами здесь в нижних панелях сразу поработаем с виньеткой ну пусть будет где-то вот так вот минус 20 центральную область я пожалуй полностью уберу влево округлость полностью вправо и растушую этот снимок теперь давайте перейдем самый верх базовым настройкам и сделаем наконец-то нужный нам crop crop после виньетки делать можно потому что такая виньетка ляжет на область уже вновь обрезанного значения мы с вами не будем делать crop 9 на 16 потому что прошлый раз я его делал для stories и это выглядело как фон для рабочего стола телефона в данном случае я сделаю обрезку 4 на 5 уберу сверху как мне кажется ненужную лишнюю информацию таким образом crop выглядит гораздо интереснее и мы по сути дела на снимке имеем три основных объекта это белая полоса разметки это герой нашего снимка непосредственно сам листок и вот такая вот извилистая трещина на асфальте которая проходит по диагонали снимка все это выглядит текстурно красиво но теперь нам не хватает цветокоррекции но прежде чем приступить к цветокоррекции давайте поработаем с базовыми настройками из кривой rgb и так экспозицию я не трогаю она меня устраивает света света прижму назначение где-то примерно минус 73 если минус 100 фотография становится блеклая так появляются излишнее свечение где-то в районе 70 80 меня результат вполне устраивает пусть будет минус 75 теперь давайте мы с вами добавим текстурки где-то 15 немного четкости 10 насыщенность дает большое свечение внизу листика и на стебле меня это не совсем устраивает поэтому я насыщенность буду повышать ползунком сочность вот так появляется больше насыщенности именно на фоне этого листка именно здесь мало цвета и именно здесь принципиально важно поднять эту насыщенность для того чтобы получить баланс между таким сизом оттенком асфальта и красным цветом нашего листка пока еще не красный но сейчас мы это сделаем теперь давайте перейдем к тоновой кривой многие кстати теряют и у многих выглядит кривая вот таким вот образом чтобы работать с кривыми достаточно нажать вот эту маленькую миниатюрку правом нижнем углу панели тоновой кривой и теперь у вас появляется возможность переключать кривую между каналами но сейчас нам с вами понадобится только кривая rgb и так зажимаем клавишу alt удерживаем ее и ставим вот здесь на пересечении крестовин ключевые точки теперь поработаем со средними и темными участками изображения добавим здесь вот такой насыщенной контрастности давайте попробуем самую среднюю точку сдвинуть отлично добавим сюда еще одну точку все я это делаю удерживая кнопку alt имеет помогает более тонко и ювелирно работать с кривой теперь давайте посмотрим что мы будем делать со светлыми участками изображения слегка приподниму вверх это добавит контрастности то есть увеличит разрыв между темными и светлыми участками изображения пока я оставлю вот такой результат меня он вполне устраивает если в дальше при работе с кривыми или при работе с светом что-то будет не устраивать всегда это можно будет поправить теперь давайте переместимся в панели и чисел color и здесь нас ждет самое интересное здесь происходит смешивание цветов и так давайте теперь мы наш грязный вот этот то ли желтый то ли зеленый непонятный какой цвет будем превращать в красивый красно-оранжевый и так ползунок оранжевый двигаем немного влево как вы видите он у нас отвечает за вот эти жилки на цветке за за нижнюю теневую поверхность листка и за стебель теперь желтый цвет давайте посмотрим что будет происходить когда мы цветовой тон желтого цвета будем двигать вправо и так как вы видите у нас пытается проявиться зеленый цвет нам это совершенно не нужно поэтому мы желтый двигаем наоборот влево вот у нас происходит то самое волшебство мы с вами желтый передвинули полностью в сторону оранжевого цвета и для того чтобы устранить остатки зеленого цвета мы зеленый цвет также передвинем полностью в сторону желтого цвета синий у нас немного проявился на асфальте поэтому давайте мы его немножко проработаем где-то аквамарин примерно уберем на плюс 40 осени и подвинем влево примерно на минус 40 вот видите в этом месте сразу окрашивается в аквамариновый цвет но нам такого сильного эффекта не нужно поэтому здесь необходимо подобрать оптимальное значение других цветов здесь собственно говоря у меня нету поэтому я работать с ними не буду ну разве что чтобы избежать какие-то мелкие артефакты пурпурного и мадженто я полностью их передвину в сторону красных оттенков ну точнее пурпурный передвигается в сторону мадженто а мадженто в сторону красного теперь перейдем в набор ползунков насыщенность красного как видите у нас здесь нету смотрим оранжевый оранжевый есть сделаем его слегка понасыщеннее чтобы он сильно не светился пожалуй значение плюс 25 будет оптимальным теперь желтый цвет желтый цвет больше отрабатывает на верхней поверхности листа здесь даже можно добавить посильнее плюс 38 вполне нормальное значение зеленого цвета практически нет аквамариновый синие и так далее меня здесь все устраивает я ничего трогать здесь больше не буду переходим в яркость красного нет оранжевый оранжевый есть и вот так вот как мне кажется он светится очень сильно поэтому я яркость его прижму но не сильно где-то на минус 5 желтый а желтый наоборот делает листок грязным мне такой цвет не очень нравится поэтому я яркость желтого пожалуй немного повыше ну примерно назначение 45 итак друзья с цвета коррекции все мы сделали все что могли теперь нам остается только усилить все цвета которые находятся на этом изображении и это мы будем делать двумя шагами первый шаг переходим в панель на раздельное тонирование зажимаем кнопочку alt давайте подберем света пожалуй вот такой вот красивый оранжевый цвет меня устраивает убираю alt и теперь подберу насыщенность тонировки в светлых участках сделаю посильнее пожалуй даже вот так вот 33 теперь тени тени я хочу сделать прохладными так зажимаю кнопочку alt при нажатой кнопки alt значение насыщенности делается автоматически 100 и можно подобрать ту тональность которая вас устраивает потому что она на максимальном значении вот такое вот значение это что-то среднее между синим и аквамариновым мне на этой фотографии нравится поэтому цветовой тон я оставляю 196 а теперь насыщенность немножко подвинем я хочу найти какой-то средний баланс между красными цветами и синими тенями пожалуй это значение вот такое в районе 10 итак раздельное тонирование мы с вами сделали и теперь самое интересное это кривые если вы не знаете как работают кривые советую посмотреть у меня есть несколько замечательных видео посвященных кривым я там очень подробно рассказываю что происходит с цветом с тонировкой когда мы двигаем ту или иную кривую в каком-либо цветном канале и так отжиги мы с вами трогать не будем мы переходим в красный канал зажимаем alt по старой доброй традиции я ставлю ключевые точки светлые выгибаю вверх это верхняя часть кривой и темные средние участки изображения выгибаю вниз вот такой страшный цвет мы с вами получили но это еще не все двигаемся дальше переходим в зеленый канал все те же самые три ключевые точки светлый вверх темный вниз фактически когда мы с вами работаем в кривой вот таким вот образом делая s-образную кривую мы повышаем цветовой контраст изображения обращаю ваше внимание именно цветовой контраст наши цвета становятся более густые более насыщенные но это действует не так как ползунок насыщенности это действует более деликатно интересно и усиливает контраст между цветами изображения так и теперь переходим в синий канал и делаем ровным счетом все то же самое итак теперь давайте вернемся в красный канал у нас сейчас в средних и темных тонах слишком много излишнего такого цианового синего оттенка и давайте мы будем немножко его прижимать поднимая вверх и на его место будут приходить соответственно фиолетовые оттенки в зеленом канале и желтые оттенки в синем канале когда двигаем точку обращаем внимание на какой участок изображения она воздействует и подбираем тот свет который нас с вами устроит итак давайте пока остановимся на этом значении теперь давайте поработаем с оставшимися ползунками контраст . черного и белого контраст я немного пониже точку черного немного повышу точку белого немного опущу отлично теперь давайте вернемся в панели чисел слегка понизим синий цвет здесь мне кажется его слишком много таким образом фотография выглядит поинтереснее можно слегка усилить значение виньетки теперь давайте возьмем градиентный фильтр нижнюю часть изображения я всегда люблю делать немного потемнее совсем чуть-чуть на минус 0 33 потому что информация в тенях все равно оставаться должна вот таким вот образом теперь если обратите внимание в самых темных участках изображения у меня стало слишком тепло я хочу сделать похолоднее поэтому я в синем канале самую нижнюю точку и вот эту среднюю подвину слегка вверх все отлично фотография выглядит просто классно но если вы вспомните то в моем stories вот эта полоска не было не такой белый с красноватыми оттенками она была желтой как из белого сделать желтый цвет в данном случае опять же если вы вспомните видео где я вам рассказывал про тоновые кривые то вы вспомните что за желтый цвет отвечает у нас синий канал и за светлые участки изображения верхняя часть тоновой кривой и как вы догадались для того чтобы сделать желтый цвет нам необходимо вот эту часть кривой опустить немного ниже возможно даже много ниже давайте проведем эксперимент так альт я сжимать не буду вот я двигаю вниз и белая полоска дорожной разметки сразу становится желтой давайте опустим еще и самую верхнюю светлую точку так здесь можно еще посильнее подогнуть теперь я зажму альт и сделаю более тонкие движения верхней части кривой пущу ее чуть ниже вот такая интересная у нас получилось кривая в синим канале но тем не менее это дало нам возможность белую часть разметки полностью увести в желтый цвет и наверное последним штрихом осталось только но немного смягчить изображение мне оно кажется слишком таким жестким чересчур контрастным давайте ползунок контрастной сдвинем немного левее на минус 28 ну на этом пожалуй все итак давайте посмотрим было стало отличный результат скачивайте фотографию тренируйтесь также фотографируйте и свои листочки я теперь больше чем уверен что вы овладели этим приемом также фотографию можно слегка доработать убрать вот эти вот цветные пятна это делается очень просто берете кисточку снижаете насыщенность делаете по размеру можно также подвигать температуру и вот таким образом мы убрали это светящиеся пятно то же самое касается каких-то некрасивых пятнышек на асфальте это все также можно делать в light room выбираете вот такой вот фильтр который называется удаление пятен у вас появляется вот такая вот мишень колесиком вы регулируете ее величину и например ставим вот сюда кликаем автоматически выбирается место которое клонируется на выбранный нами участок он не всегда работает корректно поэтому всегда его можно подобрать взять тот участок который вам кажется наиболее правильным для клонирования и нажимаем enter и таким образом можно провести аккуратненько чистку этой фотографии убрать излишние ненужные камни вот эту вот веточку или какой-либо другой мусор который случайно попал ваш кадр ваше изображение все друзья снимок готов давайте посмотрим еще раз какое изображение было какое оно стало ну и теперь вы знаете этот прием и понимаете что это очень быстро легко и приятно обрабатывать такие снимки а на этом друзья сегодня все но впереди нас ждет очень много интересного и полезного богатое разнообразие жанров и способов обработки фотографий в том числе и следующее видео выйдет как раз посвящено мобильной обработки как на телефоне поменять цвет похожего аналогичного снимка как этот который мы обрабатывали сегодня и поэтому если ты на моем канале впервые не забудь подписаться именно так ты не пропустишь новый урок и раньше всех сможешь обработать свои фотографии по той методике с которой я с тобой поделюсь колокольчик тоже не мешало бы нажать чтобы ты получал уведомления о новых видео уроках пиши комментарии не стесняйся делиться своим мнением ставь лайки меня это все очень серьезно мотивирует выпускать ролики чаще заглядывай в мой инстаграм там тоже бывает очень много чего интересного и полезного и заходи в телеграм-канал если ты еще не забрал 12 моих лучших пресетов они там тебя ждут также там тебя ждет довольно таки живой чат в котором ежедневно происходит общение дебаты и батлы обоюдная обработка фотографии много юмора и вообще много чего интересного что связано с обработкой и со съемкой фотографии а на этом сегодня все всем пока и до новых встреч и